Создание трех новых областей послужило поводом для обновления карты Казахстана. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Осет Турысов. В службе центральных коммуникаций представили административно-политическую карту республики с обозначением на ней вновь созданных регионов. Так обновлены карты Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской областей. Разработаны карты Абайской, Улы-Таусской и области ЖТСУ в масштабе 1 к миллиону. По словам Осета Турысова, в этом плане сотрудники министерства проделали большую работу. На создание политико-административной карты Казахстана с введением шести областей и планов схем областных центров было затрачено 56 миллионов тенге. Из них отдельно на карту Казахстана 10 миллионов тенге. Мы делаем анализ карт, собираем нужную информацию. Следующий этап – редакционно-подготовительные мероприятия. Мы готовим макет карты, проводится работа на сравнение на соответствие географических названий. На карте обозначаются границы административно-территориальных единиц. Готовые карты проходят редакционный контроль и отправляются на экспертизу. Терапевты смогут делегировать полномочия персоналу. Отныне ряд функций участковых врачей будет выполнять медицинская сестра. Об этом на брифинге с представителями СМИ, сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазеев. По словам спикера, в стране будет введен дополнительный клинический стандарт. Это означает, что на каждом участке будут работать три медсестры. В их обязанности будут входить выписывание рецептов, заполнение справок, а также выполнение таких задач, как измерение артериального давления. Перед приемом у пациента будут запрашиваться сведения о состоянии его здоровья, а затем устанавливается порядок записи в информационную систему. Все эти действия направлены для снижения нагрузки на участкового врача. Кроме того, Тимур Султангазеев акцентировал внимание на проекте экосистемы Еденсаулык. Через эту базу каждый специалист или пациент сможет иметь доступ ко всей информации. Из-за сверхзагруженности медицинских работников качество услуг здравоохранения страдает, так как большая часть времени уходит на рутинную работу, бумажную волокиту и прочее. В связи с этим нами внесен ряд в нововведений, что поможет снизить нагрузку врачей. А главное, в первую очередь, во внимание будет здоровье пациента. Цифровизация региона – одна из приоритетных задач текущего года, в рамках которой планируется подключить к интернету 49 населенных пунктов и охватить около 20 сел. Об этом на встрече с представителями СМИЗОВИО руководитель областного управления цифровых технологий Айдын Тимирбаев. Основным направлением деятельности ведомства является полная автоматизация государственных услуг, что позволит улучшить работу государственных учреждений, предприятий, также повысит качество жизни населения. Кроме того, согласно концепции «Умный город» будут реализованы типовые инвестиционные проекты. В настоящее время разрабатывается национальный проект «Доступный интернет». Таким образом, был получен список всех сел с населением более 100 человек. Если этот проект вступит в силу, перечисленные населенные пункты будут обеспечены качественным мобильным интернетом. Также к 2025 году планируется подключить региональный центр к сети интернет 5G. С мобильными операторами связи у нас заключен меморандум. В труднодоступных населенных пунктах у нас получается их 49. Будем прорабатывать вопрос по установке антенномасчетных сооружений и дальнейшей наладки и усиления связи. Местная компания «ТО «Хайнар-Медиа»» с ними заключен меморандум. В этом году микрорайон «Натамах», также поселок «Утинай». В этих микрорайонах будет прокладка интернета до конца года. 10 лет лишения свободы. На днях был оглашен приговор в отношении бывшего руководителя управления образования, тогда еще Алматинской области Майгуль Амаровой и двух ее подчиненных Бахыт Абдалдановой и Арабии Минлибаевой. Причем последняя приговорена к 11 годам лишения свободы. В связи с тем, что приговор еще не вступил в законную силу, осужденные подали прошение на апелляцию. Примечательным является тот факт, что о проведении данного судебного разбирательства не знали большинство представителей СМИ, что вызвало множество вопросов со стороны журналистов. Напомним, арест экс-руководителя управления образования Майгуль Амаровой и двух ее подельников состоялся в феврале 2021 года. Тогда их обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Троице было заплачено свыше 35 миллионов тенге при проведении закупок более 2000 ноутбуков на сумму, превышающую 400 миллионов тенге. Отметим, что вся техника приобреталась в период пандемии коронавируса и предназначалась для онлайн занятий школьников. В честь 60-летия известного поэта, писателя, публициста, победителя конкурса «Самгау» и государственного служащего Азамата Аклбекова в стенах Дома культуры села Саразек состоялась научно-познавательная конференция, основной целью которой стало формирование нового подхода к личностям Тезек Торе и Шокана Улиханова, а также передача молодому поколению казахстанцев ценностей, накопленных веками. На мероприятии присутствовали просветители и государственные служащие Казахстана, а также гости из соседних республик. Азамат Аклбеков известен тысячам читателей под псевдонимом Аскен Алтай. Лирические стихотворения и песни автора переведены на кыргызский, турецкий, украинский, азербайджанский и русский языки. А научные труды вошли в различные исторические сборники, в том числе в учебнике первого класса и ряд отдельных книг. К настоящему времени Азамат Аклбеков известен как поэт, автор четырех тысяч стихотворений, более ста научно-исследовательских статей и около 50 юмористических и сатирических рассказов. Среди вышеназванных произведений большой ценностью среди казахстанских ученых пользуется книга Тезек Торе, изданная в 2013 году. Я автор многих исторических исследований. Особенно мне очень близка тема история нашего джетсуского края. И самый знаменитый такой человек, личность 19 века, это Тезек Торе Аблайханов. Хочу, чтобы наше подрастающее поколение, казахстанцы, молодежь, знали свою историю, знали свою национальную принадлежность и язык, естественно, культура и так далее. Поэтому хочу вот это все передать, что я знаю. Мы должны гордиться не то, что там казахстанцы, а центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикстан. И везде, всюду мы должны гордиться таким человеком, таким поэтом, таким творческим личностям, как Азаматагай, потому что у него особенно нам нравятся его лирические произведения, его простота, его языка. Мода на традиции – камзолы, платья, головные уборы и лоскутные одеяла для приданного невеста. Уникальные дизайнерские изделия в этно-стиле создают в швейном цехе ДМИ. А предпринимательница из города Жаркен, Панфиловского района, не только возрождает казахский национальный стиль, но и обеспечила постоянной работой местных жителей. Яркие, колоритные и неповторимые образы в этно-стиле, а также лоскутные одеяла, вышитые казахским национальным орнаментом, создают в этом швейном цехе. Здесь трудятся порядка десяти женщин. Гульмира Смогулова – старшая швея. Она работает в цехе на протяжении года, с момента его открытия. Женщина признаётся, что сейчас одежда с этническими мотивами набирает большую популярность. Поступают заказы на пошив жилета, камзолов, головных уборов и приданного для невесты. Все дизайны разрабатываются и изготавливаются вручную. У нас командная работа. Если приходит заказ на один чапан, мы всем коллективом его выполняем. Сначала разрабатывается дизайн, потом выбираем ткань, рисуем лекало, делаем выкройку и только потом приступаем к шитью. На пошив одного чапана уходит примерно от четырёх до пяти дней. Большим спросом пользуется одежда в этно-стиле. Шьём жилетки, камзолы, казахские национальные платья, головные уборы, в частности кимещек, а также корпешки, приданные для невесты, сумки в национальном стиле и многое другое. Созданием бренда ДМЕ занимается предпринимательница Мадина Дусибаева. Швейный цех она открыла всего год назад. Однако за короткое время в мастерской уже появились свои постоянные клиенты. И сейчас заказы мастерицами принимаются только за месяц вперёд. Помимо этно-одежды здесь шьют различные костюмы и форму для детских садов, школ и других организаций. Заказов у нас много. Заработная платная работников начинается от 100 тысяч тенге в зависимости от того, какую работу они выполняют. Из других городов мы пока не принимаем заказы, потому что не хватает рабочих рук. Как только мы начнём расширяться, будем брать ещё больше объём работы. В этом месяце мы уже заняты под завязку, до июня полностью. Заказы нас в основном из города Жаркент и Панфиловского района. Наша дальнейшая цель – продвигать калстанский бренд ДМЕ по всей стране и за рубежом. В планах у «Бизнесвумен» расширить швейный цех. Для этого уже заключён договор с образовательным центром «Раушан», где сейчас обучаются 25 человек по нескольким специальностям, в том числе и швейному делу. Выпускницы будут трудоустроены в мастерской ДМЕ. Эльвира Ликерова, Кайрат Костурганов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. В Греции прошли внеочередные парламентские выборы. В итоге статус правящей партии Греции ещё на 4 года сохранила партия «Новая демократия» Мицотакиса. А на втором месте – главная оппозиционная партия «Сириза», которую возглавляет бывший премьер Греции Алексис Ципрос. На третьей строчке – социалисты из партии «Посок» и их лидер Никас Андрулакис. Партия «Новая демократия» получит бонусные места в законодательном органе и, вероятно, сможет формировать кабинет министров в одиночку. Ожидается, что второй тур пройдёт в конце июня. Парламентские выборы, прошедшие 21 мая, стали первыми с тех пор, как экономика страны перестала находиться под строгим надзором и контролем международных кредиторов, предоставивших средства во время финансового кризиса, который длился почти 10 лет. 21 мая ракета «Фалкон-9» компании «Спайс Икс» с пилотируемым кораблем «Гриф Дрейкон» стартовала с космодрома на мысе Канаверил во Флориде. Это уже второй по счёту коммерческий запуск на МКС с космическими туристами. Планируется, что экипаж проведёт на станции 8 суток. Командиром корабля является бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней на борту находятся автогонщик и бизнесмен Джон Шофнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии Али Алькарни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. За время работы на орбитальной лаборатории экипаж проведёт более 20 научно-технических экспериментов в таких областях, как физиология человека, физические науки и СТЭАМ, чтобы помочь расширить знания, приносящие пользу жизни на земле. Наряду с этим будут проведены опыты и в таких областях, как здравоохранение, разработка технологий, обеспечение промышленного прогресса. В Италии начались очистительно-восстановительные работы после самого сильнейшего наводнения за последние 100 лет. За две недели в регионе выпала 6-месячная норма осадков. Больше 20 рек вышли из берегов и затопили регион, сошли более 300 оползней. По последним данным, погибли 14 человек, более 36 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Премьер-министр Италии Джорджа Мелани в связи с ЧАЭС покинула саммит G7 в Японии раньше времени и посетила районы, пострадавшие от разрушительного наводнения. На данный момент спасательные команды продолжают поиск выживших. Некоторые до сих пор числятся без вести пропавшими. Уровень опасности по-прежнему остается самым высоким – красным, а угроза наводнений смещается с севера Италии на юг. В Тады-Кургане прошел чемпионат Казахстана по плаванию среди юниоров. В республиканском турнире приняли участие свыше 250 спортсменов из разных регионов страны. Они соревновались на нескольких дистанциях в стилях брас, кроль на спине, батерфляй и вольный стиль. В результате в командном зачете лучшими стали пловцы из города Алматы. Второе место заняли столичные спортсмены. Замкнула тройку лидеров шимкенская команда. Спортсмены области ЖТСУ показали хорошие результаты в одиночном разряде. В частности, Аяжан Айнабекова заняла второе место в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров. А в заплыве на 800 метров девушка завоевала бронзовую медаль. Кроме того, она также финишировала третий в эстафете. Результаты неплохие. Примерно половина участников чемпионата показали те же результаты, которые были и на тренировках. И это хорошо. Но есть пловцы, которые побили собственные рекорды. Некоторые ребята достигли нормативов кандидатов в мастера спорта или даже мастеров спорта. Уровень очень хороший, так что у нас растет достойная смена. В Талдыкургане стартовал чемпионат Казахстана по джиу-джитсу среди юниоров и молодежи. В соревнования собрали вместе более полутора тысяч спортсменов из разных областей и городов республики. Участники разделены на четыре возрастные группы, в каждую из которых входит 10 весовых категорий. Данные состязания являются отбором на чемпионат мира. В сборную Казахстана войдут лучшие спортсмены. Им предстоит отстаивать честь нашей страны на соревнованиях, которые пройдут этим летом в Астане. В целом искусство джиу-джитсу хорошо развито в Казахстане. По словам специалистов на мировой арене, сборная нашей страны заняла свою нишу. Уже стало доброй традицией, что наши соотечественники попадают в списки лучших на международных турнирах. Ребята подготовились очень хорошо. Показывается весьма неплохой уровень борьбы. Хорошо выполняют все приемы. В каждой весовой категории выступает по 20-30 человек. Эти соревнования имеют важное значение. Здесь отбираются спортсмены, которые примут участие в международном состязании. В нашем регионе есть несколько потенциальных победителей. Борцы Кинчимайдарын, Айсултан подают большие надежды. Думаю, ребята еще покажут себя на многих чемпионатах. Их ждет большое будущее. В селе Балпыкбик Оксуцкого района стартовали республиканские соревнования по дзюдо среди юношей. В них принимают участие более 150 борцов из разных регионов страны. Спортивное мероприятие посвящено памяти Сатая Аккабакулы. Подробнее далее в нашем материале. Сатая Аккабакулы – один из казахских батыров, участвовавших в борьбе с джунгарскими завоевателями. Своей храбростью и необычайным даром полководца он сумел поднять боевой дух казахских воинов, что помогло им одолеть своих врагов. Среди потомков не умолкают легенды и сказания о подвигах великого батыра. Сегодня в его честь проводится множество спортивных соревнований, чтобы пробудить у подрастающего поколения чувство патриотизма. Сатая Аккабакулы защищал родную землю от джунгарских завоевателей и погиб от рук своих врагов. Думаю, для многих молодых дзюдоистов, принявших участие в этих состязаниях, он станет настоящим примером мужества и сподвигнет их на новые победы в мире спорта. Также уверен, что спортсмены обретут новые навыки, которыми смогут воспользоваться в будущих турнирах. Дзюдо – сложный вид спорта. Но, несмотря на это, спортсмены борются с полной самоотдачей и мечтают покорить олимпийские подмостки. Поединок борцов длится всего две минуты. За это время каждому спортсмену необходимо заработать как можно больше очков, а значит продемонстрировать максимум результативных приёмов. Участвуют около 35 борцов из Коксуского района. Из них сильнейшие спортсмены – Адиль Нурасыл, Сайранбек Шахабай и Махмуд Адлет. В целом хочу отметить высокую подготовленность всех участников турнира. Желаю им только удачи. В этом турнире толкурганцы показывают хорошие результаты. Среди подающих надежды борцов и Темырлан Бауржан. Он соревновался в весовой категории 46 килограммов. Хотя противостояние было довольно напряжённым, его техника всё же помогла ему выйти победителем в этом поединке. Я занимаюсь цзудо уже более пяти лет. Сейчас мне 13. Моя главная цель – одержать победу в нынешнем соревновании и принять участие в более крупных республиканских, а также международных состязаниях. Итоги турнира, а также имена победителей будут объявлены завтра. Пока же лидируют спортсмены из Коксуского района и городов Талкурган и Алматы. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok